МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это итоговая программа в результате. Я Оксана Казанчева. Как обычно, по воскресеньям рассказываем о самых заметных событиях прошедшей недели. И вот на что стоит обратить внимание прежде всего. Шанс на успех. Это очень хороший кадровый резерв. Победитель конкурса лидера России Сергей Мордасов рассказал, какими качествами нужно обладать молодым людям, чтобы стать успешными в современном мире. Борьба за место для машины. Где замочек? Открываешь, она складывается, и машина загоняет. Какое наказание грозит за самовольное ограждение парковочного места и когда администрация Тамбова планирует убрать их во всем городе? Такая профессия – родину защищать. Что очень привлекает молодых людей – это новые типы самолетов. Количество учеников в кадетском корпусе Тамбова за последние 10 лет увеличилось в два раза, чем привлекает школьников военная карьера. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наступает время молодых. Молодежь во всем мире все активнее ведет себя в различных сферах – в политической, технологической, религиозной, социокультурной. Поэтому повышенное внимание к молодежи – это несиуминутное и даже не чисто российское явление. Однако для России сейчас это особенно важно, потому что происходит смена поколений. Если последние годы ключевые решения на всех уровнях принимались людьми, которые родились и выучились в СССР, то сейчас наступает время молодых людей, которые совсем не знакомы с тем, по каким законам жили в той стране. Так получилось, что разные поколения сегодня говорят на разных языках, действуют и мыслят по-разному. Руководство страны это видит. Отсюда возник и открытый конкурс руководителей нового поколения лидеры России, который прошел две недели назад. Сотни тысяч участников практически из всех регионов России. Это серьезная заявка молодого поколения на лидерство. Руководство Тамбовской области подхватывает этот тренд и анонсирует проект лидеры Тамбовщины. Его цель – помочь молодым людям раскрыть свои способности и заявить о себе на высоком уровне. Одним из наставников молодых людей станет победитель всероссийского конкурса «Лидеры России» Сергей Мордасов. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Да, добрый день. Сергей Анатольевич, вы стали одним из трех победителей федерального всероссийского конкурса «Лидеры России». Высочайшая конкуренция. Было подано 199 тысяч заявок на этот конкурс. И вот из них выбрали 103 человека. А в итоге, ну, вы оказались среди них. Что вы почувствовали? Вот когда вас объявили, вы поняли, что вы оказались вот в этой элите федерального уровня. И вы почувствовали удовлетворение? Или, наоборот, вы поняли, что, ага, есть какие-то моменты, которые как раз вот очень хорошо, что здесь стало понятно, что их нужно подтянуть? Ну, вы знаете, да. Вот как раз этот период награждения, он длился, не знаю, наверное, может быть, час. То есть 103 человека каждого лично называли, награждали. И вот этот период, это как раз настолько яркий с точки зрения разных именно эмоций, которые ты испытываешь, пока тебя не называют. Ведь было выстроено таким образом, что там на 5 блоков делилось все эти 103 победителя. И начинали там с нижнего блока, пятого и так далее. И каждый раз, когда по алфавиту подходит к твоей фамилии момент, чтобы озвучить, кто победитель, и ты себя не слышишь в этом блоке. Вот это очень интересные эмоции. Тут запускается такой самоанализ, что же я сделал не так, а где я вот, может быть, где-то недоработал. И вот чем дальше, чем меньше у тебя шансов остается, и уже когда подошли, скажем так, к последнему, к топ-20 из этих 103, вот это, наверное, самая яркая эмоция с точки зрения ожидания и такого самоанализа. И когда назвали фамилию, когда ты выбегаешь на сцену, очень сложно даже вот сейчас проанализировать то, что ты испытываешь. Ну, в какой-то степени даже, вы знаете, такое опустошение, да, потому что по накалу вот этот конкурс весь, а финал особенно, как такой концентрированный этап по накалу был очень энергозатратный. И вот такой момент финала, он дал возможность уже выдохнуть. И, значит, какая-то пришла осознанность, наверное, вот это слово. То есть ты все встал на свои места, и ты понимаешь, какие у тебя сильные стороны, где от тебя действительно нужно еще развиваться. Вот очень, кстати, помогла потом обратная связь от организаторов, то есть они на протяжении всего конкурса давали еще подробную обратную связь к каждому кандидату, и мы могли смотреть, вот где мы себя как проявили. Но ваша сильная сторона, ваши слабые места, да? Да, да. Сергей Анатольевич, скажите, вот исходя из опыта участия в этом конкурсе, исходя из опыта своей работы как управляющего сотрудника, главные три качества. Какие вы могли бы выделить, которые вкладываются в понятие лидер? Само понятие лидерства, на мой взгляд, очень такое неоднозначное и многогранное. То есть я бы нельзя его выразить каким-то одним четким таким тезисом, безусловно, это совокупность качеств. Но я бы, наверное, выделил, да, если говорить о трех ключевых, следующие моменты. Во-первых, это тот человек, который готов сделать первым шаг вперед. То есть у нас очень много неизвестности впереди нас зачастую. И на моей работе так есть, и вот в этом конкурсе так было. Очень много моментов, которые для того, чтобы сделать шаг вперед, порой нужно достаточно иметь смелость, отвагу, что ли. И вот, наверное, это ключевое качество лидера, не побояться, сделать первый шаг, быть первопроходцем, выступить с какой-то инициативой, с каким-то новым проектом, результат которого успех или наоборот неуспех. И так же было с участниками. Ведь очень много людей, которые сомневались и не стали участвовать. Ведь этот страх неуспеха, неудача, он над нами давлеет. Второе, особенно это ярко, кстати, качество, которое я сейчас озвучу, проявилось на полуфинале и очном финале, это умение выстраивать коммуникации в команде, умение влиять, вообще умение работать в команде, как, наверное, такое второе ключевое качество. Вот что касаемо финала, было это очень интересно мне, например, как руководителю филиала. В основном мое общение с коллегами и выстраивание работа строилась по принципу руководитель-починенный. То есть у меня всегда есть моя команда, но где я формальный административный руководитель. А вот проявить качество лидера, качество руководителя в неформальном коллективе, там, где у тебя нет административного ресурса, вот это было очень сложно. Ведь все ребята, которые участвовали, все конкурсанты, это очень сильные, очень амбициозные, состоявшиеся руководители достаточно высокого уровня. Много было бизнесменов, много было руководителей из различных крупных корпораций, компаний, из институтов государственной власти. И вот это был очень интересный для меня, очень интересный опыт, именно с такими равными и сильными людьми выстраивать эту работу в команде. Это, наверное, второе. И, наверное, это качество обязательно всегда должно присутствовать у лидера. Это готовность брать ответственность за результаты не только своей деятельности, но и своей команды. Это, к сожалению, такое порой у нас редкое качество, но очень важное для того, чтобы продвигаться вперед. Вот тогда команда признает тебя как лидера, доверяет тебя, ну и, наверное, такой очень важный слагаемый успех. В Тамбовской области по аналогии с федеральным конкурсом объявлен также региональный конкурс, который будет называться «Лидеры Тамбовщины». Он был инициирован по инициативе губернатора Александра Никитина. Что такой конкурс может дать вот тамбовским молодым людям на нашем региональном уровне? Ну, во-первых, точно могу сказать, что это отличная инициатива, и в этом смысле надо отдать должное Александру Валерьевичу, что он очень своевременно сейчас это делает, пока очень еще такой сильный эмоциональный фон от прошедшего конкурса «Лидеры России». А во-вторых, у нас был такой вопрос. Одно из заданий было финала, как раз это написать эссе на тему, как вы видите будущее России или как вы могли бы предложить какой-то проект в развитии основных идей конкурса «Лидеры России». И вот если говорить как раз о развитии конкурса, то я предложил несколько расширить его границы с точки зрения вот этой платформы «Россия – страна возможностей». действительно, что там великолепная платформа, если говорить как раз о регионе, что мне кажется абсолютно верно, это дать возможность и находить вот этих людей, таких ярких личностей, лидеров, которые готовы вкладываться в развитие нашей страны, у нашего региона, находить их еще на этапе средних учебных заведений, высших учебных заведений, которые только начинают карьеру. Ведь конкурс «Лидеры России» – это все-таки такой, ну достаточно, это был флагманский проект платформы. Это проект, в котором участвовали уже в основном такие сильные состоявшиеся руководители, по крайней мере, те, кто дошли до финала. Тут там очень высокая была конкуренция, и сами входные требования были достаточно высокие, это и опыт руководства, и возраст. А вот то, что касается регионального конкурса «Лидеры Тамбовщины», то очень здорово, что он даст возможность более молодым людям заявить о себе и попробовать начать вот еще, может быть, участвовать в институте, проявить себя и предложить какие-то интересные идеи. Получается, что это такая обоюдовыгодная платформа, с одной стороны, для молодежи заявить о себе и с какими-то там, возможно, проектами или с какими-то своими качествами быть замеченными, а для, в частности, региональных властей или представителей каких-то других сфер, которые будут участвовать вот в этом конкурсе, получается, что они могут как раз, наоборот, заметить этих людей. Безусловно. Потому что, ну, хотите искать с микроскопа, сложнее. Безусловно. Сложнее. Действительно, здесь очень важный момент. Мы порой на ключевые позиции, даже у себя в филиале, очень долго не можем найти подходящего качественного специалиста. Мне кажется, что вот я говорю как раз о том, что этот конкурс лидеры Тамбовщины даст возможность и региональным компаниям присмотреть себе кого-то, да, уже еще на этапе, там, до становления. То есть это очень хороший кадровый резерв для региона. Это очень здорово. Я с удовольствием, с удовольствием сам буду активно стараться в нем участвовать и как-то отсматривать перспективных ребят, которым интересно развиваться вот именно в нашей отрасли. А вы, я уже скажу об этом, да, вы будете одним из наставников этого конкурса. Здесь также по аналогии с федеральным конкурсом сделано по принципу вот наставничества, модель взаимодействия вот с участниками. Вы будете одним из наставников. Скажу также, что одним из наставников будет еще и губернатор Александр Никитин. Вот я сейчас скажу то, как мне кажется, на что сейчас похожи наши молодые люди, вот те условия, в которых они выросли. А вы вот скажете свое мнение. Молодые люди, которые выросли в комфортных условиях, потому что с едой все в порядке, с одеждой тоже все в порядке. Я беру усредненные, я не беру крайние ситуации, но если мы зайдем в магазины, да, в гипермаркеты, мы видим очень длинные очереди, мы видим на улице хорошие машины. И поэтому молодые люди, у них есть дома горячая вода, им не надо таскать холодную воду, греть печь, там растапливать. То есть максимально комфортные условия, как бытовые, так и вот просто жизненные. Они выросли на таких продуктах федеральных каналов, как сериалы, как рекламы, в которых показывается сытая, прекрасная жизнь. Главные герои, 25-летние, они ездят на хороших машинах, они живут в прекрасных квартирах, они носят брендовые вещи и обязательно работают в офисе. Они не учителя, они не инженеры, они не плотники, они работают в офисе. Причем им на все хватает вот на такой прекрасный уровень жизни. И когда молодые люди, которые вот последние 20 лет нам показывают именно такие сериалы, именно такие рекламные ролики, они приходят на работу, им говорят, 15 тысяч рублей, ваша зарплата. Их мир не совпадает с тем, к чему они стремились. И вот как молодым людям, и это не их вина, просто так сложилось, как этим молодым людям объяснить, что вот, конечно, вам не приходилось таскать холодную воду из колонки рубить дрова. Но в жизни надо делать что-то похожее для того, чтобы чего-то добиться. Очень-очень правильный и такой вопрос, который смотрит в саму глубину этого конкурса, кстати говоря, как мне кажется. Вот действительно сегодня у молодого поколения степень, назовем это так, комфортности жизни достаточно высокая. Понятно, что не у всех, да, но если... Но мы говорим о среднем, да, о среднем уровне. Да, если говорить о среднем уровне, то да, безусловно. То есть это комфортная жизнь, и более того, то, что они видят на экранах, это только, скажем так, усиливает их внутреннее убеждение, то, что вот, ну сейчас вот я еще чуть-чуть-то поучусь, и вот она... А потом-то она вот, да. Вот оно счастье, оно где-то рядом, я в офис как раз устроюсь, в красивый, и вот все будет. И когда они сталкиваются с реальностью и не находят того, что они видели в сериалах, или то, как им кажется, то, что есть левой жизни, у них, конечно же, такая первая реакция, которая, как мне кажется, приходит молодым людям, то, что, ну, наверное, это вот здесь так, да, вот, наверное, может быть, это в нашем регионе, да, вот, невозможно, а поеду-ка я там куда-то, в столицу или еще куда-то. Безусловно, это неправильная эта ошибка. И здесь как раз задача, наверное, региональных властей нас с вами, да, вот, и если уже говорить об институте наставничества, да, о той роли, в которой я попробую выступить в рамках этого конкурса, это попытаться донести до этого поколения, вот, реальное состояние вещей, что, по большому счету, очень важно, как раз-таки, для того, чтобы достигать все то, что показывают нам на красивых картинках, очень важно выходить из зоны комфорта. Это, вот, по большому счету, наверное, было одной из важнейших причин, и на важнейших условий, по которым приняли участие и в конкурсе лидеры России, да, столько людей, да, вот эти 200 тысяч. Готовность выйти из зоны комфорта, так же было и со мной, то есть мне казалось бы, да, вот, зачем этот конкурс, вот это желание выйти из зоны комфорта и посмотреть, что происходит вообще вокруг, и пообщаться с людьми с абсолютно разных сфер деятельности, но таких же сильных, проверить себя, это, наверное, то, о чем нужно рассказывать, рассказывать ребятам. И вот, как раз, создавая такие площадки в регионе, как лидеры Тамбовщины, создавая эти институты наставничества, я надеюсь, по крайней мере, мы сможем, по крайней мере, самых инициативных, самых небезразличных, там, да, людей, активную молодежь привлечь, и, в первую очередь, к развитию нашего региона, что очень важно, чтобы эти сильные молодые кадры оставались здесь, чтобы они понимали, что они могут реализоваться здесь. И вот привлечение как раз наставников, да, из крупных компаний, из институтов государственной власти, региональных здесь крайне важно, потому что это также возможность присмотреть себе кого-то из этих ребят и дать им возможность трудоустроиться. А как раз на таких историях успеха, когда их сверстники, друзья, там, более молодое поколение увидят, что вот они, социальные лифты, которые работают, что человек, не имея абсолютно никаких связей, блата там, из абсолютно простой семьи, но только благодаря своей настойчивости, упорству и готовности выходить из этой зоны комфорта достигает высоких результатов. Я думаю, что эта цепная реакция, она даст результат, но это, конечно, небыстрый. Надо себе отдавать отчет, что это небыстрый такой эффект, это должны пройти годы. И вот очень важно, так же, как и с флагманским конкурсом лидеры России, продолжать эту практику ежегодно. А вот институт наставничества, на каком уровне он должен быть сформирован? Это зависит от руководителей предприятий ли? Либо это должен быть какой-то сигнал сверху? Как это вообще может быть реализовано на практике? Потому что заводы, там, где они работают руками, у них эта модель, вот ученик и мастер, она очень давно существует, и она никуда не делась, она существует у них до сих пор. И вот мастер ему показывает, делай, как я. И таким способом ученик становится квалифицированным, рабочим кадром, если можно так сказать. А вот как в управленческой сфере, допустим? Там же нельзя сказать, делай, как я. Ну, опять же, мы, давайте с вами тогда определимся с, да, той категорией людей, которые будут у нас наставляемыми, да, участниками. Это же не учитывая то, что это все-таки более такой молодежный конкурс. Но это молодые люди, которые, по большому счету, еще не совсем определились, кем они еще будут. Да, совершенно верно. Как раз вот я об этом хотел сказать, что это еще пока не состоявшиеся лидеры и не готовые руководители, которых можно вот сейчас поставить на какой-то пост. Как раз люди, которые в перспективе, да, могли бы этот пост занять. Поэтому здесь все-таки наставничество нужно выстраивать. С одной стороны, безусловно, с точки зрения развития каких-то профессиональных навыков. И я бы на месте, там, руководителей предприятий, я сам буду так делать, безусловно. Использовала эту возможность. Я не думаю, что здесь нужен какой-то административный ресурс. Достаточно просто предоставить информацию максимально широкому кругу наших уважаемых руководителей крупного бизнеса, мелкого бизнеса, государственной компании, что вот это прекрасная площадка для поиска новых кадров. Далее, соответственно, очевидно, что возможно привлекать этих людей уже к каким-то производственным практикам, да, к каким-то реальным задачам, которые требуются на предприятии. Получается, что эта модель, она всем выгодна. Абсолютно, да. То есть она должна быть жизнеспособной только потому, что она выгодна обеим сторонам. Но что еще важно, помимо того, что это некая такая хорошая, в хорошем смысле, это слово рабочая сила, да, которая впоследствии займет какие-то посты в твоей компании, очень важно в рамках этого института наставничества как раз работать с этими ребятами, как вам сказать правильно, на таком ментальном уровне, да, объясняя как раз вот мы, с чего мы начали наш разговор, да, формируя у них реальные представления о том, как все устроено в жизни, да, какие качества важно развивать, приводить там примеры, да, каких-то успешных практик. Вот это тоже очень важно. Спасибо. Пожалуйста, спасибо вам. Борьба за парковку в спальном районе Тамбова. Жильцы многоэтажек на улице Чечерина самовольно повесили замки на парковочные места. В результате несколько десятков мест для стоянки машины оказались недоступны для остальных автовладельцев. Подобное присвоение парковочных мест является административным правонарушением, за которое могут привлечь к ответственности по статье самоуправства. И это компетенция полиции. В свою очередь администрация Тамбова планирует демонтировать барьеры с замками и по улице Чечерина, и по другим адресам. Правда, не в ближайшее время. Поэтому пока заграждения остаются на своих местах. Валентина Слукина разбирал, что можно сделать. Где замочек? Открываешь, она складывается, и машину загоняет. Автомобилисты называют такое устройство лягушкой. Во дворе 28-го дома на Чечерина можно сказать целый лягушатник. Под замком большая часть парковочных мест. Под машиной Алексея Харламова такая стоит уже несколько лет. Мира вынужденная, уверяет водитель. Машина же абсолютно может постоять. Приезжаешь вечером в 10 и кружишься, порой оставляешь эконома, где-нибудь оставляешь на Чечерина. Проблему с парковками испытывает, пожалуй, весь Тамбов. Но север города – микрорайон новый. Казалось бы, была возможность заложить больше участок для машин в план строительства многоэтажек. А вот для девятиэтажки. Вот здесь, если двеэтажки, это 200 квартир. Здесь, если так вот стоять, уместится от силы 20-30 машин. Из 200 квартир практически, будем сказать, 150 точно машин есть, а 20 парковок. Остальным – куда? Одни бросают машины на соседних улицах, на газонах и даже на детских площадках. Другие самовольно присваивают 8 метров земли, помечая их лягушками, цепями или шинами. Если водитель припаркует машину под чужим колесом, с его хозяином, скорее всего, возникнет прямой конфликт. Сергей пока не повесил замок в своем дворе, но говорит, что почти готов. Ну, правильно делают, потому что чистить никто не чистит. А деловых таких, вот таких пацанов, которые отучились, приехали и всунули. А кто чистит? А чистят такие, как я, пенсионер. Старожилы не только чистят место для парковки. Алексей и его соседи по подъезду купили два КамАЗа-щебенки и вручную благоустроили стоянки под свои машины. Тем не менее, замки во дворе нарушают закон. В марте специалисты городской администрации планируют демонтировать любые заградительные барьеры. Причем не только на Чечерина. Рейд пройдет в разных частях Тамбова. Валентина Слукина, Дмитрий Бочаров, Олег Щербаков. Специально для итоговой программы в результате. На этой неделе всех мужчин в России поздравляют с 23 февраля. Быть защитником Отечества было почетно всегда. После развала СССР эта профессия ненадолго потеряла свою привлекательность, но в последние годы все вернулось на круги своя. В Тамбовской области будущих военных готовят в многопрофильном кадетском корпусе имени героя Советского Союза, летчика-космонавта Леводемина. Количество учеников в кадетском корпусе за последние 10 лет увеличилось в два раза. Педагоги отмечают, что осваивать военное ремесло дети приходят и из престижных городских школ. Наталья Киселева узнала, чему учат кадетов и чем привлекает профессия военнослужащих. Эти мальчишки только учатся быть защитниками Отечества. Старательно чеканит шаг и ровно держит спину. 23 февраля в кадетском корпусе день особый. Торжественное собрание посвящено профессиональному празднику и столетию со дня образования Красной Армии. Арсений Сарычев ведущий. Курсант четвертого курса, активист и отличник. На его счету 41 прыжок с парашютом. Он представитель военной династии. Мой прадед Александр Ильич Бородин, который прошел всю войну, дошел до Берлина, имеет награды за взятие Берлина, за взятие Варшавы. После войны он стал священником Михайло-Архангельской церкви на села Мордова. Отец у меня бывший военный, закончил службу в звании майора. В дальнейшем служба его развивается на пасторском служении, как и мой прадед. Старший брат мой стал офицером. В День защитника Отечества все поздравления адресованы тем, кто стоял на защите рубежей нашей страны. Офицерам в присутствии юных кадетов были вручены юбилейные медали. И мы за нашу Родину в любой момент можем постоять. Спасибо вам за все. Служу Отечеству! А это уже первокурсники. Отдают дань памяти героям Великой Отечественной войны. Мальчишкам по 13-14 лет. И этот стенд, где проходит построение, их первая научная работа. В своих домашних архивах кадеты знакомились с биографиями дедушек и бабушек. Восстанавливали их путь и вклад в Великую Победу. Автор идеи подполковник в отставке Александр Рыжиков. Он служил в дальней авиации, занимал руководящие должности. Теперь преподает историю и общество знания. Повод для гордости педагога – вот эти исследовательские проекты кадетов. Здесь уникальные работы о Великой Отечественной войне, истории семей, подвиге земляков. Успехи в производстве современного вида оружия, которое поступает на вооружение, что очень привлекает молодых людей. Это новые типы самолётов, как по авиации, я знаю. Это новые системы обнаружения. В многопрофильном кадетском корпусе сегодня обучается почти 600 человек. 12 лет назад кадетов было порядка 300. Поступают сюда после 6 класса. Учат по нескольким направлениям – морское, полицейское, пограничное, техническое, лётно-техническое, артиллерийское. Авиационное направление – одно из востребованных. Практические занятия пополняют копилку знаний. Как только поднялись, я посмотрел вниз. Мне было интересно, будет мне страшно или нет. Не было никогда страшно. Всё время слушал инструктора. Он всё мне рассказал. Рассказал, почему брать ориентир. Дошёл до озера, сам развернулся. Он сказал, что я всё сделал правильно. Очень понравился первый полёт. Около 80% выпускников корпуса поступают в высшие военные учебные заведения. Обучение осуществляется на основании договоров. Сегодня партнёрами кадетского корпуса является более 30 ведомств и организаций. От территориальных управлений ФСБ, УФСИН, наркоконтроля до Тамбовской епархии. От английской королевской кадетской школы под патронажем Елизаветы II и до пограничной заставы в посёлке Кабардинка Краснодарского края. За 20 лет свыше 2000 кадетов связали жизнь с военной службой. Среди выпускников есть те, кто дослужился до командиров военных кораблей. Есть капитаны первого ранга. Вот и наш герой Арсений Сарычев мечтает поступить в Академию сухопутных войск и внести свой вклад в защиту и безопасность Родины. Наталья Киселёва, Николай Иванов, Анна Мусатова. Специально для итоговой программы «В результате». И это всё, о чём мы успели рассказать. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова